Уважаемые коллеги, здравствуйте! Приветствую вас на очередном гастроклубе. Если вы врач-гастроэнтеролог или терапевт, у вас наверняка примерно каждый день бывают пациенты на приеме, которые приходят и требуют эндоскопического исследования. Аргументы у них такие. Что-то у меня в прошлом году была эрозия в пищеводе, и я хочу вот сейчас еще раз посмотреть, она зажила или не зажила. А вот у меня гастрит поверхностный, и возобновилась отрыжка, и мне хочется посмотреть, этот гастрит в каком состоянии, не вырос ли там рак. И вот таких пациентов, которые очень сильно беспокоятся и чувствуют себя чуть более уверенными только в том случае, если они проходят эндоскопическое исследование каждые три месяца, каждые шесть месяцев, каждый год. Им очень важно быть уверенными, что их слизистая оболочка в пищеводе, в желудке, в 12-перстной кишке, без отека, без эрозий. И совершенно непонятно, что таким пациентам, вот как их успокоить и как аргументировать тот факт, что совершенно нет никакой необходимости проводить так часто эндоскопические исследования. Но это только одна часть вопроса, тревога наших пациентов. У нас есть и другая сторона, это врачи, которые не совсем понимают, что, например, при гастрите совершенно нет необходимости наблюдать пациента каждый год, или что совершенно нет никакой необходимости смотреть, зажили ли эрозии в пищеводе или не зажили, и что можно спокойно назначить пациентам адекватное лечение и быть уверенным, что с пациентом все будет нормально. Так вот, для того, чтобы обсудить сроки адекватного эндоскопического наблюдения при разных нозологиях, которые прописаны в российских рекомендациях, которые прописаны в зарубежных рекомендациях, основываясь на принципах доказательной медицины, я сегодня пригласила в студию врача-эндоскописта Семенову Наталью Сергеевну. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Здравствуйте, Валерия Олеговна. Большое спасибо за приглашение к участию в этой передаче. Я на самом деле всегда с большим удовольствием смотрю ваши передачи, очень интересный мультидисциплинарный подход ко многим вопросам. Я буду очень рада, если наша с вами сегодняшняя дискуссия будет интересна и полезна нашим зрителям. Спасибо. У меня вот первый вопрос, самый главный, наверное, который меня тревожит и тревожит многих пациентов. Ну, а что страшного-то? Ну, вот я хочу сделать эндоскопическое исследование, я хочу успокоиться, я хочу делать его каждые 6 месяцев. Мне так жить спокойнее. Почему вы мне не разрешаете? Почему я должен настаивать? Почему я к вам пришел, вы мне отказали? Я пошел к другому доктору, я все равно найду, где это сделать. В чем проблема? Почему не надо так часто? Ну, здесь нужно обязательно сказать, что эндоскопия – это в первую очередь инвазивная манипуляция, да? То есть во время этой процедуры внутрь пациента вводится специальный эндоскоп, это высокотехнологичное оборудование, через него также заводятся специальные инструменты, с помощью которых выполняются манипуляции. И поскольку, и в отличие, например, от УЗИ, где пациенту выполняется исследование, где по поверхности тела прикладывается датчик, где нет риска как-то навредить пациенту, да? При эндоскопии все-таки есть определенные риски осложнений, о которых нужно помнить, и о которых нужно пациента информировать перед исследованием. И все пациенты перед процедурой обязательно подписывают информированное добровольное согласие, в котором прописаны эти возможные риски осложнений. А какие это риски осложнений? Расскажите. Вот у меня очень часто есть другая когорта пациентов, которым нужно провести эндоскопическое обследование, но они говорят, я ни за что в жизни не пойду, потому что я прочитал, что мне продырявят пищевод, потом меня заразят гепатитом и спидом, меня заразят. Меня заразят хеликобактером, поэтому я лучше умру своей смертью, чем вы меня на эндоскопии покалечите. Вот какие реально есть риски эндоскопического исследования? Что касается про риск и осложнений, сначала нужно сказать про какие-то нежелательные явления, которые в целом характерны для этой процедуры. Это в целом ведь такое достаточно неприятное и дискомфортное для пациента процедура. Она вызывает у него определенный психологический дискомфорт. Я думаю, что все-таки большинство пациентов, когда вы говорите, что он нужна гастроскопия, вряд ли они, ой, я так хочу повторить, с радостью мне так понравилось. Большинство пациентов испытывают определенный эмоциональный дискомфорт, связанный с проведением этой процедуры, поскольку она неприятная из-за рвотного рефлекса во время процедуры. Также пациенты часто беспокоятся о результатах исследования. Чтобы убрать психологический дискомфорт, здесь всегда, конечно, помогают беседы с врачом-эндоскопистом перед процедурой, чтобы сложились какие-то доверительные взаимоотношения. Ну и плюс ко всему, во время этой беседы врач-эндоскопист должен задать определенные вопросы, которые могут помочь ему предугадать определенные риски, которые могут привести к осложнениям у данного пациента. О них важно помнить, поскольку осложнения уже самой процедуры, в том числе грозные осложнения, про которые вы сказали, они зачастую возникают не на пустом месте, а к ним имеется какая-то некая предрасположенность. То есть если мы будем с вами говорить о таких осложнениях, которые говорят про перфорацию, в целом это очень грозное осложнение, и оно, наверное, чаще всего может служить причиной летального исхода. Нужно сказать, что в целом риск осложнений при эндоскопии по данным разных публикаций составляет менее 1%, где-то 0,13, но где-то 0,00, специально смотрела цифру, 0,004% осложняется летальными исходами. И чаще всего они возникают вследствие повреждения органа, то есть перфорации, и к летальному исходу приводят в том случае, если они вовремя не были распознаны и не были предприняты соответствующие лечебные меры. Наталья Сергеевна, то есть если, например, в отделении за год делается там 3 тысячи эндоскопических исследований, то обязательно хотя бы один случай перфорации будет? Ну, по данным публикации, где-то один случай на 10 тысяч исследований. Опять-таки нужно понимать, что перфорация возникает не на ровном месте, как правило, где тонко, там и рвется, а тонко у нас где? Чаще всего это дивертик в шейном отделе пищевода, то есть дополнительный кармашек, где стенка истончена, и, соответственно, если туда попасть аппаратом, можно его повредить, вызвать перфорацию. Также перфорация может возникнуть в местах сужений, там, где есть рубцовые изменения, соответственно, стенка не так эластична, или же где есть опухоли, чаще опухоли с распадом, опять-таки там стенка неэластичная, рыхлая, там она уже истончена, может быть изъязвление, соответственно, может произойти перфорация. Вот в этом случае нужно быть врачу-эндоскописту особенно осторожным. Но такие осложнения встречаются, еще раз повторюсь, редко и имеют определенные факторы риска, которых я уже озвучила. Что касается кровотечения, то здесь оно менее грозное и встречается гораздо реже, чаще всего это небольшие надрывы слизистой в зоне пищеводно-желудочного перехода, так называемый синдром Мэлори-Вейса, который не имеет особо клинического значения и тяжелых последствий. Но опять-таки осложнение кровотечения возникает тоже чаще не у здоровых пациентов, а у тех пациентов, у которых есть определенные проблемы со свертывающей системой крови. То есть у них мало тромбоцитов в клетках, которые отвечают за свертываемость, или же какая-то проблема с свертывающей системой, как глопатия, или же этот пациент принимает препараты, влияющие на свертываемость крови, как правило, это коморбидные, взрослые пациенты. И, соответственно, у всех пациентов перед исследованием я обязательно спрашиваю, принимали ли вы такие препараты, поскольку объясняю, что если потребуется биопсия, нужно обязательно их отменять, то есть либо повторять процедуру в другой день, либо же, если мы сегодня что-то найдем, мы выполнять биопсию не будем. То есть вот этот вопрос тоже обязательно у пациента при беседе перед исследованием необходимо уточнять. Инфицирование все боятся. Инфицирование, да, все боятся инфицирования. И еще часто спрашивают, нужно ли перед эндоскопическим исследованием сдавать анализы крови на ВИЧ, гепатит, сифилис, поскольку там же есть контакт с биологическими жидкостями, с кровью, соответственно, есть риск инфицирования. Этот риск скорее, да, он потенциально имеется, но нужно сказать, что в настоящее время большинство, в принципе, есть медицинские документации определенные санитарные правила и нормы прописаны законодательно, в которых утверждены правила обработки эндоскопов, правила их дезинфекции, чтобы убивать все вот эти вот инфекции. И большинство современных эндоскопических кабинетов отделений, они уже оснащены моечными машинками для обработки. То есть там есть определенный этап, который выполняет медицинская сестра или техник, то есть специально обученный специалист, который выполняет определенные манипуляции, первичную обработку, но тоже с использованием специальных растворов по специальной технологии. А дальше уже обработка происходит в специальных моющих машинах. Это длительный процесс, то есть один цикл может занимать 40 минут до час в зависимости от того, какой используется дезинфицирующий раствор. И вот именно благодаря использованию этих моечных машин уже практически полностью исключается человеческий фактор некачественной обработки, поскольку инфицирование возможно при ненадлежащей обработке. И уже в этих мощных машинах определенное количество времени оборудования выдерживается, соблюдается концентрация этого раствора, время экспозиции, то есть эндоскоп полностью погружен в это дезинфицирующее средство. И то есть все пациенты, в настоящее время приходящие на эндоскопическое исследование, они рассматриваются как потенциально инфицированные. И каждый раз после каждого пациента эндоскопы обрабатываются как после потенциально инфицированного пациента с использованием тех стандартов и тех растворов, которые убивают эти бактерии и вирусы. И соответственно, если вы делаете эндоскопию в, скажем так, приличных крупных учреждениях, то соответственно, там эндоскопы уже обрабатываются надлежащим уровнем. Но опять-таки нужно помнить, я часто говорю своим близким, что если это происходит в небольших каких-то клиниках, в центральной районной больнице, где есть всего один эндоскоп, и если я спрашиваю, а сколько интервалов вы зашли, перед вами был предыдущий пациент, и если мне пациент говорит, что ну вот вышел следующий, через минуту я зашел, то я, зная, что там всего один аппарат, говорю, больше туда не ходи, потому что я понимаю, что спиртиком протерли, каналом аспирировали и вызвали следующего. А такое тоже бывает? Такое, я думаю, что было раньше, да, а сейчас, надеюсь, что такого больше нигде нет, да, поскольку, вот еще раз повторюсь, прям обработка эндоскопа, это за этим очень тщательно, это очень тщательно регламентировано, за этим очень тщательно надлежащий контроль соблюдается, да, и это даже очень сложный механизм, и поэтому риски инфицирования сейчас введены к нулю. Ну, то есть реальные риски при проведении эндоскопии это перфорации и кровотечения, а скорее всего нереальные это инфицирование, но все зависит от того места, куда вы пошли, поэтому человеческий фактор мы никогда и нигде не можем исключать, поэтому все-таки если вы направляете своих пациентов на эндоскопическое исследование, или вы сами думаете об эндоскопическом исследовании, все-таки надо подумать о том, чтобы выбрать хорошее медицинское учреждение и, наверное, выбрать опытного врача, да, потому что это тоже имеет значение не только, перфорация ведь может случиться не только потому, что у пациента есть там дивертикул, да, но и потому, что может быть врач не совсем опытный, такое же тоже бывает. Ну, возможно, маловероятно, потому что, скажем так, все равно есть у врачей, да, у них есть определенное чувство, когда это они, когда заводят эндоскоп, например, с той же перфорацией, да, то есть если есть ощущение, что как-то сложно, тяжело идет эндоскоп, да, то молодой специалист, он всегда позовет более опытного или не станет делать эту процедуру, рекомендует сделать подседацию тонким аппаратом, сделать сначала рентген пищевода, то есть в любом случае у врачей есть понимание того, что опасность. Пациент приходит на это исследование, и наша первоочередная задача не навредить пациенту, да, а потом уже, соответственно, ему помочь в установке правильного диагноза. Поэтому в плане опыта и то, что выбирайте врача с стажем 50 лет, который вчера после ординатуры, я не могу так утверждать, да, поскольку это не, на мой взгляд, это не зависящие факторы. Понятно. Ну, в общем, резюме из всего того, что сейчас нам рассказала Наталья Сергеевна, главное такое, как мне кажется, что эндоскопическое исследование в общем и целом достаточно безопасно, но проводить его все-таки надо по строгим показаниям, потому что определенные риски всегда существуют. Так? Да. Еще я хотела добавить, что очень большую часть осложнений имеют кардиопульмональные осложнения, да, и опять-таки здесь вот нужно выявлять, это случается, как правило, не у здоровых пациентов, а у пациентов коморбидных, возрастных, у которых уже имеются какие-то сердечно-сосудистые заболевания. Причем они могут случиться как у пациента при выполнении исследований без седации, так и с седацией. А что это такое кардиопульмональный? Это могут быть аспирационные пневмонии, наиболее грозные осложнения, остановка дыхания, нарушение сердечного ритма, может случиться резкий скачок давления или наоборот гипотония, может случиться инфаркт или инсульт, да, то есть тоже такие риски. Но, как правило, они случаются опять-таки не на ровном месте, да, они случаются у пациентов, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания, поэтому опять-таки мы у пациента перед исследованием собираем анамнез, измеряем артериальное давление, спрашиваем, при подготовке говорим, чтобы они принимали свои жизненно необходимые препараты для нормализации давления и сердечного ритма, и, соответственно, если пациент приходит с высоким давлением, да, или там чувствует какие-то ощущения перебоя, высокий пульс у них, то в проведении исследования в данный момент пациенту может быть отказано, да, с рекомендацией выполнить его в другой день, но уже после приема своих привычных лекарственных препаратов, да, то есть плановое исследование должно выполняться, когда пациент в стабильном состоянии. Наталья Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот может быть немножко не по теме вопрос, но вот вы сказали, что там пожилой, с большим количеством сопутствующих заболеваний, а вот у меня всегда встает вопрос, вот приходит ко мне на прием женщина, там, например, 85 лет, ну, вроде бы она сохранная, да, вот, ну, жалуется на какие-то боли, тошноту и жогу, 30 лет назад делала последний раз гастроскопию, и вот я сижу и думаю, вот, направить ее на эндоскопическое исследование 85 лет, переживет она его или лучше уже не надо? Вот есть какие-то такие возрастные ограничения? На ваш личный, например, да, опыт, если к вам придет вот человек, там, 90 лет на эндоскопию, вы будете ему, и это не экстренная ситуация, это не кровотечение, допустим. Ну, вот, кстати, у европейцев, у которых очень много рекомендаций, да, у них есть в рекомендациях по наблюдению пациента с разными нозологиями, есть такая формулировка, что если пациент с возраста старше 80 лет, и там, если ожидаем продолжительной жизни больше 10 лет, то, в принципе, в необходимости выполнения эндоскопии с целью наблюдения такой нет, да, ну, как бы из моего личного опыта, наверное, сам пожилой пациент, которому я делала колоноскопию, был 92 года, да, и если пациент компенсирован, да, и есть определенные показания, то лучше, я думаю, что процедуру сделать можно. Опять-таки, у нас ведь, я когда особенно работала в Ярославской областной онкологической больнице, у нас было очень много возрастных пациентов с онкологическими заболеваниями, и вот у меня, например, на памяти пожилая пациентка, которая пришла, сделала колоноскопию со словами, что у меня вот муж лежачий, я услышала, что нужно делать, я ни разу в жизни не делала, вдруг у меня там что-то, и мне нужно за собой следить, чтобы за ним ухаживать и помогать, да, и при колоноскопии мы нашли у него полип, в котором был ранний рак, да, соответственно, мы его малоинвазивно удалили, пациентку скоро выписали, да, и спасли ее, вот, в общем-то, от развития рака в будущем, да, поэтому здесь, опять-таки, нужно взвешивать пользу и риск. Понятно, спасибо. Так, ну давайте теперь перейдем к конкретным ситуациям, начнем, наверное, с самого частого, начнем с гастрита, потому что с гастритом у нас пациентов очень много, они приходят, и есть такая группа пациентов, особенно часто почему-то это женщины, которым эндоскопист на прошлом исследовании написал такое заключение, гастрит с атрофией, да, и вот они дальше идут, читают про атрофию в желудке, понимают, что атрофия это все уже почти рак желудка, и им очень хочется за этой атрофией эндоскопически наблюдать, то есть они стремятся каждые три месяца, там, каждые полгода делать эндоскопическое исследование, но здесь мы должны вот как раз обсудить ситуацию, когда надо таких пациентов наблюдать эндоскопически, а когда не надо их наблюдать, потому что есть и такие случаи, когда гастрит с атрофией наблюдать эндоскопически не нужно, вот сейчас мы это с вами обсудим, да, согласно действующим рекомендациям, слава богу, по гастриту у нас есть очень хорошие российские рекомендации, есть зарубежные рекомендации, и так, гастрит с атрофией, когда мы наблюдаем эндоскопически и через какие промежутки? Ну, здесь нужно сказать, что атрофический гастрит с кишечной метаплазией является предраковым изменением слизистой оболочки желудка, возникает это вследствие инфицирования хеликобактер пилори, длительной персистенции этой инфекции, и дальше неизбежно происходит вот этот процесс распространения атрофии из антрального отдела, атрофии кишечной метаплазии из антрального отдела тела, желудка, но этот процесс, он достаточно длительный. И здесь вопрос в том, на каком этапе удалось поймать этот процесс, который называется каскад корея, да, и, соответственно, остановить его и дальше уже в зависимости от этой ситуации принять решение наблюдать пациента или нет. Поэтому, к счастью, да, действительно, как уже сказала Валерия Олеговна, у нас есть клинические рекомендации российские, они полностью, скажем так, в согласии с европейскими клиническими рекомендациями. И согласно этим рекомендациям у пациентов с атрофическим гастритом, ограниченным антральным отделом, с невыраженной атрофией, и кишечная метаплазия локализована только в одном отделе. Эндоскопическое наблюдение рутинно не показано. Вот если можно показать слайд эндоскопического изображения, поскольку это очень часто в связи с высокой инфицированностью хеликобактера, достаточно часто встречающееся состояние встречается до 25% в случаях. Но согласно длительным исследованиям, наблюдениям этих пациентов, риск малигнизации крайне низкий, менее 1%. И поэтому длительное наблюдение такой группы пациентов с низким риском малигнизации показалось, что в принципе это наблюдение нецелесообразно. Но нужно обязательно подчеркнуть, что исследование этим пациентам выполнено на современном оборудовании высокого разрешения, и пациенту выполнена биопсия, и по результатам гистологического исследования им подтверждено наличие атрофии и кишечной метаплазии. И помимо факта наличия этих изменений, поскольку биопсия обязательно должна выполняться из двух отделов желудка, насколько мы знаем, из тела желудка, и из антрального отдела по два биоптата, и эти биоптаты должны помещаться в разные контейнеры. То есть это придумано не просто так, а именно чтобы, опираясь на результаты как эндоскопического осмотра, так и гистологического исследования, нам уже понимать, во-первых, есть ли о чем говорить, есть ли у нас атрофия кишечной метаплазии. И во-вторых, эти изменения только в одном флаконе, то есть только в одном отделе, или же и там, и там есть. И уже в зависимости от этого врач-гастроэнтеролог должен принять решение о стратегии наблюдения этих пациентов. То есть если эти изменения только в антральном отделе, то, соответственно, этих пациентов наблюдать не требуется, поскольку риск малигнизации у них крайне низкий. Это важно пациенту объяснить. Наталья Сергеевна, только мы должны, наверное, подчеркнуть, что наблюдать атрофический гастрит, который локализуется только в антральном отделе, не нужно, но только тогда, когда мы точно уверены, что у пациента нет хеликобакса. Обязательно, обязательно. То есть если продолжает прогрессировать хеликобактер, вдруг пациент отказался принимать антибиотики и не проведена эрадикация, либо проведено там несколько курсов эрадикации, но почему-то хеликобактер все равно продолжает находиться в желудке, то в этом случае мы таких пациентов все-таки вынуждены будем наблюдать. А если хеликобактера нет и атрофия с кишечной метаплазией локализуется только в антральном отделе желудка, то мы такого пациента можем спокойно отпустить и больше его эндоскопически не наблюдать. Правильно ли? Да, специально не наблюдать, но, соответственно, если, конечно же, не появилось каких-то других симптомов. Еще важный момент спрашивать у пациентов про наследственность, поскольку если у пациентов есть отягощенная наследственность, у кого-то из близких кровных родственников в анамнезе был рак желудка, то, соответственно, тогда этих пациентов мы должны наблюдать так же, как у пациентов с хеликобактерной инфекцией персистирующей и так же, как у пациентов с распространенной атрофией кишечной метаплазией. То есть с распространенной атрофией кишечной метаплазией раз в 3 года, если пациенты с отягощенной наследственностью или же если мы имеем дело с аутоиммунным гастритом, то это где-то раз в 1-2 года. И вот здесь мы должны еще сказать, раз вы упомянули об аутоиммунном гастрите, аутоиммунный гастрит – это совершенно особый тип, когда атрофия локализуется тоже, как правило, в одном отделе, но этот отдел – это тело желудка. Так вот, если атрофия локализуется в теле желудка, и мы подтверждаем, что у пациента действительно аутоиммунный гастрит, то такого пациента мы должны наблюдать ежегодно. Ежегодно, да, поскольку у этих пациентов риск малигнизации еще выше, чем у пациентов с распространенным атрофическим гастритом по классическому каскаду, да, и плюс у этих пациентов, помимо риска развития рака желудка, аденокарцинома повышен риск развития нейроэндокринных опухолей. Так, ну и если перед нами пациент с распространенной атрофией, что у него атрофия и в антральном отделе, и она распространяется на тело желудка, то тогда срок наблюдения один раз в 3 года, бы сказали, да? Но это опять-таки, если нет, хеликобактер пилори. Ну и самое главное, если перед вами пациент просто с каким-то там туманным поверхностным гастритом, да, и им действительно сделали исследование, вот здесь еще очень важный факт, вы сказали, да, что верить, конечно, мы должны и дальше формировать свои заключения о периодичности наблюдения, только в том случае, если мы четко уверены, что аппаратура качественная, да, биопсия взята по правилам и из антрального отдела, и из тела при первом исследовании, то есть у нас нет сомнений, что тут эндоскопист не ошибся, потому что у нас очень много приходит пациентов, у которых такие заключения какие-то, поверхностный гастрит, там очаговый гастрит, и биопсия. Атрофический, да, субатрофический, еще какой-то биопсия не проведена, статус хеликобактер пилори неизвестен. Конечно, в этом случае мы вообще не можем ничего тут понять, и операция, и делать выводы о сроках наблюдения мы не можем, да, но вот если у нас есть качественное эндоскопическое исследование, и мы четко уверены, что атрофии нет нигде, что это просто там поверхностный гастрит, была хеликобактер, хеликобактер пилори, иридицировали, мы этого пациента спокойно отпускаем, не надо ему каждый год ходить на эндоскопическое исследование. Почему я об этом так эмоционально говорю? Потому что каждый день, наверное, около 5-7 молодых людей, у которых совершенно ничего плохого нет, вот ходят с этими, с пачкой уже эндоскопических исследований, каждый год они их делают, каждый год им эндоскописты пишут поверхностный гастрит, там отек, гиперемия, какая-то очаговость там, и вот они об этом думают и переживают и так далее. Итак, поверхностный гастрит, песхеликобактер, это, в общем-то, даже и не гастрит, в наблюдении не нуждается, гастрит с атрофией только в антральном отделе в наблюдении не нуждается, в наблюдении нуждается гастрит только с распространенной атрофией, либо аутоиммунный гастрит, подтвержденный, когда атрофия есть в теле желудка, правильно? Да, ну или же пациент с нераспространенной атрофией, но отягощенной наследственностью. Да, если есть отягощенная наследственность по раку желудка, к вам пришел пациент, у которого мама в 45 лет умерла от рака желудка, конечно, вы такого пациента будете более настороженно наблюдать и почаще. Ну, если у вас остались вопросы про наблюдение в желудке и гастриту, вы пишите. Так, что у нас дальше следует по популярности? Наверное, эрозии в пищеводе, да? Или язва? Давайте поговорим про язвы. Язвенная болезнь, начнем с 12-перстной кишки, потому что она чаще всего бывает. Вот приходит пациент, которому эндоскопист обнаружил, например, 3 язвы в 12-перстной кишке и множественные эрозии в антральном отделе желудка, эрозии в 12-перстной кишке. Все, описали нам это. Приходит дальше этот пациент к гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог назначает обычно эрадикационную терапию, потому что главной причиной развития язв в 12-перстной кишке является хеликобактер пилори. Эрадикацию назначил, назначил ему антисекреторную терапию ингибитора протонной помпы. И дальше я, как врач-гастроэнтеролог, сижу и думаю, 3 язвы было, множественные эрозии в желудке. Ну, хорошо, я ему назначила на 2 месяца хороший ингибитор протонной помпы. Его надо назад приглашать этого пациента, чтобы проверить, зажила язва в 12-перстной кишке или не зажила? Однозначно ответ здесь дает только Европейское эндоскопическое общество. Они говорят о том, что язва в 12-перстной кишке не нуждается в рутинном эндоскопическом наблюдении, эндоскопическом контроле. На слайде можете посмотреть. Представлено изображение язв в 12-перстной кишке, стадии заживления, стадии рубцевания. Это, нужно сказать, достаточно распространенная эндоскопическая находка от 2 до 13%, но риск малигнизации не стремится к нулю, по данным исследований. И биопсию из язвы 12-перстной кишки также не рекомендуется выполнять в связи с крайне низким процентом малигнизации. Биопсию нужно выполнять в том случае, если язва выглядит нетипично. То есть если мы видим, подозреваем, что это какое-то образование, чаще это какие-то последствия образования с изъязвлением или нейроэндокринная опухоль, или же у пациента язва локализуется на задние стенки с ригидностью стенок и неоднородной структурой, и у пациента имеется опухоль поджелудочной железы, или мы можем это заподозрить, что это прорастание опухоли поджелудочной железы, то да, в этом случае, безусловно, нужно выполнять биопсию. В рутинной же практике, выявляя на эндоскопии язвы 12-перстной кишки, биопсия не требуется. И, в общем-то, европейское эндоскопическое общество говорит о том, что выполнять эндоскопию с целью наблюдения также не требуется. Но за исключением случаев, что у пациента, несмотря на проводимое лечение, всё равно сохраняются симптомы, то тогда нужно всё-таки повторить эндоскопию, чтобы посмотреть, какая-то резистентная язва или, может, действительно, это какая-то опухоль. Вот тогда они рекомендуют повторять. Ну, сейчас все скажут, ну как, это язва, это же серьёзное заболевание, обязательно надо посмотреть, зажила или не зажила. Ну, вот тут я, наверное, хочу сказать тоже, что, ну вот, наша задача сделать что, чтобы она зажила? Провести грамотно курс эрадикационной терапии, во-первых, понять, почему возникли эти язвы, да, то есть провести диагностику инфекции Helicobacter pylori и спросить пациента вторая по частоте причина, если не первая на сегодняшний день, да, почему образуется язва, это приём нестероидных противовоспалительных препаратов. Понять, в чём причина. Если пациент принимает большие дозы нестероидных противовоспалительных препаратов, либо если у него активная инфекция Helicobacter pylori, здесь мы должны свои усилия направить на устранение этиологического фактора, да, проводим грамотную эрадикационную терапию, по возможности отменяем нестероидные противовоспалительные препараты, если позволяет нам это состояние пациента, если не позволяет, то думаем об активной антисекреторной терапии, да, назначаем этому пациенту обязательно антисекреторную терапию, там, в зависимости от того, если он принимает НПВП, то он на постоянный приём, да, если это была язва на фоне эрадикации, назначаем там, ну, на 8 недель мы ингибиторы протонной помпы, и, в общем-то, если мы устранили этиологический фактор и назначили адекватную дозу ингибиторов протонной помпы, эта язва, она никуда не денется, она обязательно заживёт, потому что эффективность ингибиторов протонной помпы в заживлении эрозии и язв, она там к 8 неделе достигает 95-98%, это уже 100% доказано, что ингибиторы протонной помпы очень эффективные препараты, вот вы устранили этиологический фактор, назначили антисекреторную терапию, всё, этого достаточно, единственное, что, наверное, нужно сделать, это через месяц после эрадикации убедиться, что эрадикация прошла успешно, но это мы можем сделать неинвазивно, для этого не обязательно делать эндоскопическое исследование, мы можем делать дыхательный тест, анализ кала на хеликобактер пилори, вот, и, как сказала Наталья Сергеевна, мы, в общем-то, в большинстве случаев не ожидаем, что там есть какая-то опухоль, да, онкологический процесс, поэтому, вот именно поэтому, потому что это просто обычная пептическая язва, назначив адекватный курс антисекреторной терапии, мы можем быть спокойны, что эта язва там заживёт, да, и поэтому вот европейские рекомендации нам говорят о том, что, по большому счёту, ещё через месяц или через некоторые даже гастроэнтрологи, я вижу, это через две недели назначают эндоскопический контроль заживления язвы, в большинстве случаев это не требуется. Потом наблюдают. Да, имеет смысл, наверное, посмотреть, зажила язва или не зажила, только у пациента, в котором планируется хирургическое лечение. Да, безусловно, их без этого просто не возьмут на операцию. Потому что частенько приходят пациенты на эндоскопию первый раз перед какой-то операцией на сердце или на суставах, и вот им выявили, а те пациенты, которые приходят перед операцией на сердце или на суставах, они в большинстве своём принимают ацетилсалициловую кислоту или какие-то другие препараты из этой группы, и у них частенько выявляются язвы, и вот здесь, да, действительно контроль придётся сделать, потому что хирурги такого пациента на операцию не возьмут, пока не увидят, что слизистая оболочка зажила. В других случаях, наверное, нам делать контроль не обязательно. Ну, по крайней мере, так нам говорят европейские рекомендации. Так, теперь давайте к язве желудка, наверное, всё-таки про язву желудка мы тоже должны сказать пару слов. Вот выявили язву в желудке. Какая тактика здесь у нас? Ну, здесь тактика совсем иная, и она чётко описана и в российских клинических рекомендациях по язвенной болезни и в европейских язва желудка имеет высокий риск малигнизации. Вернее, даже, скажем так, язва, которую мы нашли в желудке, зачастую это может быть первичная язвенная форма рака, и поэтому обязательно при выявлении язвы в желудке нужно выполнять биопсию. И даже не один кусочек биопсии, по рекомендациям, чем больше кусочков, тем лучше. Оптимально 6 кусочков взять из разных отделов, из краёв язвы, причём ближе к внутреннему краю, то есть там больше вероятность получить верификацию. То есть материал нужно брать много, поскольку пациенты зачастую проводят не просто гистологическое исследование, а дополнительные иммуногистохимические исследования. Соответственно, материала здесь достаточно должен быть, ну и плюс, скажем так, опухолевые клетки могут быть неравномерно распределены, мы повышаем вероятность, что мы точно получим диагноз. Поэтому, выявляя пациента язву в желудке, нужно брать биопсию обязательно во всех случаях. И нужно сказать, что если пациенту всё-таки по какой-либо причине не была выполнена биопсия, то гастроэнтерологам всё-таки не следует назначать лечение. Ну, поскольку есть ведь случаи рака, особенно низкодифференцированного и персневидно-клеточного рака, которые на фоне приёма ингибиторов протонной помпы могут эпителизироваться, то есть покрыться фавиолярным эпителем, и, соответственно, на повторной контрольной дископии мы увидим рубец или не увидим ничего. Поэтому обязательно пациентам с язвой желудка необходимо выполнять биопсию. Обязательно этим пациентам необходимо назначать контрольную гастроскопию с биопсией, то есть через 4-6 недель консервативной терапии. И биопсию необходимо брать не только из язвы, но и из рубца. Опять-таки, если мы первично увидели этого пациента, и язву не видели, но увидели, что есть рубец, непонятно откуда взявшийся, то нужно взять биопсию, причём лучше несколько кусочков из одного места, чтобы поглубже добраться. А вот если он пришёл на контроль, то есть сначала была язва, он пришёл на контроль, и там рубец. На контроле тоже надо брать биопсию или уже не надо? Чётко это не прописано в рекомендациях, но вообще, да, нужно брать. И опять-таки, исходя из опыта работы в онкологической больнице, у нас были случаи, когда у пациентов при первичной язве не было ничего верифицировано, да, или, может быть, какое-то было подозрение единичной клетки, да, он приходил на контроль, и уже на контрольной гастроскопии, в том числе из рубца мы получали те самые перстневидные клетки, да. Поэтому вот в плане язвы желудка у всех врачей и эндоскопистов, и гастроэнтерологов должна быть очень чёткая онкологическая настороженность. Понятно, спасибо. Давайте тогда поговорим ещё про полипы в желудке. Про полипы вообще такая туманная история, ни у кого нет окончательного представления. Во-первых, полипов много разных типов, да. Вот. Что делаем, если эндоскопист нам пишет полипы в желудке? Какая тактика, при каких полипах? Мы их наблюдаем. Некоторые наблюдают, да. То есть, например, нам эндоскопист написал гиперпластический полип, там, один сантиметр. И дальше мы должны, как будто бы гиперпластические полипы, как будто бы не удаляют, да. За ними надо наблюдать. И вот через какой срок мы смотрим за этим гиперпластическим полипом и чего мы ждём? Наблюдаем ли мы там за аденоматозными полипами? Есть там ещё полипы... Фондальных желёз, самое популярное. За ними надо наблюдать или не надо? Да. Вот расскажите нам об этом. Боюсь, нам часа не хватит. Просто есть эту тему, поскольку она достаточно обширная. Если каратенечко говорить, да, то... А вот на слайдах у нас есть картиночка наиболее распространённых полипов. Это полипы фундальных желёз. И они тоже отмечены вот в европейских рекомендациях, про которые мы говорим, да, что встречаются они от 13 до 77 процентов. А риск жемоленизации у них единичные случаи описаны. Поэтому рутинно этим пациентам наблюдение за этими пациентами не рекомендуется. А биопсию? И выполнение биопсии тоже не рекомендуется. Биопсию нужно выполнять рутинно. Опять-таки, если это полипы, имея типичную эндоскопическую картинку, как вот здесь на слайде, они имеют гладкую розовую поверхность. То есть это на самом деле псевдополипы. Если взять из них биопсию, то морфолог увидит там кистозно-расширенные железы, которые возникают на фоне гипергастриномии. Чаще всего мы это видим у пациентов, которые длительно принимают ингибиторы протонной помпы. У них происходят вот эти изменения. Соответственно, структура самой поверхности у них, как правило, не изменена. То есть это регулярный округлый ямочный рисунок, как характерный для фавиолярного эпителия тела желудка. Ну и плюс мы видим единичные извитые сосуды. Вот это типичная характерная картина. Они могут быть единичные, могут быть множественные. Чаще они небольших размеров не превышают 1 см. В этом случае выполнение биопсии не рекомендуется. В случае же, если эти полипы множественные или, можно сказать, диффузные. Да, размер здесь действительно имеет значение. Если полипы размером больше 1 см, или если у них структура поверхности всё-таки какая-то неоднородная, нерегулярная, есть сомнения. Или же если у пациента есть как раз-таки множественные полипы, они ассоциированы с синдромом аденоматозного полипоза. Сейчас говорится аденоматозный полипозный синдром. То у этой группы пациентов чаще может возникать дисплазия, тогда им биопсию необходимо выполнять. И, соответственно, если при биопсии выявилась дисплазия, то такие полипы удалять нужно. Если же это полипы с неизменённой структурой, меньше 1 см, то биопсии и наблюдения не рекомендуются. Здесь мы ждём к выходу российские клинические рекомендации, в проекте которых этот вопрос тоже будет озвучен. Значит, полипы фундальных желёз в большинстве случаев мы не наблюдаем, биопсию из них не берём. Теперь про гиперпластические полипы. Есть у вас картинки? Картинки нет, но поскольку картинки были по тем, что не требуют наблюдения, всё-таки гиперпластические полипы, они наблюдения требуют. Они требуют наблюдения. Нужно сказать, что они встречаются, как правило, на фоне хронического воспаления, чаще на фоне хеликобактерной инфекции, дуоденогастрального рефлюкса. И, соответственно, эти полипы, они небольшой, но всё-таки имеют риск малигнизации, поэтому эти полипы нужно наблюдать и выполнять биопсию для исключения дисплазии. Что касается удаления полипов, это одна из самых дискутабельных тем вопросов в мире эндоскопии. Вот европейские, британские рекомендации говорят, что если они больше одного сантиметра, то вроде как нужно их удалять. Но все мы прекрасно знаем, что эти полипы очень часто рецидивируют. И, к сожалению, рецидивируют они ещё больших размеров, чем были изначально. Поэтому сейчас большинство российских экспертов склоняются к тому, чтобы этих пациентов всё-таки наблюдать, даже при больших размерах этих полипов. А вот с какой периодичностью? Есть какие-то представления? Опять-таки чётких рекомендаций нет, но в сравнении где-то раз в год. Раз в год? Раз в год вот этим пациентам. А вот при наблюдении биопсии из них надо брать или нет? Нужно выполнять детальный осмотр и брать биопсию из наиболее подозрительных участков. И что вот мы боимся там увидеть, если есть дисплазия в гиперпластическом полипе? Убираем? Да, тогда мы убираем. Но обязательно нужно сказать, что у этих пациентов нужно узнать их хеликобактерный статус, и, соответственно, убрать этот фактор риска, который провоцирует продолжающееся воспаление. Так, а аденоматозные полипы? А вот уже аденоматозные полипы, аденома, это уже когда происходит изменение перерождения, то есть в сторону злокачественной аденомы, это всегда полипы, в которых есть дисплазия. Дисплазия – это необратимый процесс. И, соответственно, если мы нашли аденому, соответственно, она будет с дисплазией, то обязательно эти полипы подлежат удалению. То есть мы их не наблюдаем, не смотрим, растут они или не растут, мы их просто удаляем, удалили аденому, и через сколько приглашаем пациента? Дальше уже в зависимости от того, радикально ли полностью было удалено это образование, и в зависимости от степени дисплазии. По онкологическим принципам, по-моему, через 6, через год. Ну, то есть здесь уже более такое серьезное наблюдение через 6 месяцев. Да, то есть их обязательно удаляем. Значит, полипы в желудке бывают опасные и безопасные. Безопасные – это полипы фундальных желез, мы их не наблюдаем, не трогаем. Аденоматозные полипы обязательно удаляются, и к ним уже отношение почти как к раку желудка. И после удаления аденоматозного полипа через 6 месяцев мы пациента приглашаем на повторное наблюдение. Вот здесь уже очень серьезная причина для эндоскопического наблюдения. Давайте теперь к пищеводу перейдем. Пищевод – это такая самая, наверное, частая причина переживаний наших пациентов, потому что наши врачи-эндоскописты очень любят эту область все время описывать детально. И чаще всего они пишут, что кардия не смыкается, нижний пищеводный сфинктер зияет, пролап слизистой оболочки желудка в пищевод. И пациенты даже с такими заключениями уже стремятся прийти на повтор через полгода или год, чтобы посмотреть, стала ли у них смыкаться эта кардия или не стала смыкаться. Это действительно так вот вам смешно, а на самом деле мне приходится изо дня в день пациентам объяснять, что ну не надо этого делать, потому что кардия, она в принципе раскрывается в ответ на введение эндоскопа, и мы ее не заставим все время быть закрытой. Но сейчас мы поговорим не про смыкаемость кардии, а про эрозии в пищеводе, потому что если уж пациент видит, и даже не только пациент, а врач, терапевт или гастроэнтеролог видит, что ему эндоскопист пишет эрозии в пищеводе, то ему обязательно хочется назначить курс антисекреторной терапии и пригласить пациента вновь, чтобы посмотреть, зажили эрозии или нет. И у меня есть, наверное, у каждого из вас есть такие пациенты, которые каждые три месяца ходят и смотрят на эти свои эрозии. Они один раз отсутствуют, второй раз они есть, третий раз их опять нет, четвертый, причем это как-то коррелирует с принимаемыми препаратами, они экспериментируют. Ну, в общем, вот этот процесс, он как-то вот захватывает, видимо, человека, и он в это погружается. Давайте обсудим, надо ли наблюдать эрозивный эзофагит. Я все-таки скажу про недостаточность кардии. Я не просто так улыбнулась, не потому что мне смешно, а потому что я искренне благодарна, что на определенный этап своего профессионального получения опыта я познакомилась с вами, вы открыли мне глаза на эту недостаточность кардии. Я перестала писать его в своих заключениях и очень осторожно стала подходить к эндоскопическому заключению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, поскольку действительно это очень субъективно и очень часто приходится об этом рассказывать пациентам, хотя, наверное, чаще нужно об этом рассказывать другим врачам-эндоскопистам, чтобы таких заключений было меньше. Что же касается эрозивного эзофагита, то вот здесь подготовила картиночки. Здесь есть четкие рекомендации у европейского эндоскопического общества, и в отношении нетяжелого эрозивного эзофагита, это степень А и Б, когда эрозии не сливаются в пищеводе, при степени А их длина менее 5 мм, при степени Б их длина более 5 мм, но они не сливаются. Это достаточно распространенная эндоскопическая находка до 11%, и здесь европейцы, необходимость наблюдения оцениваются в позиции того, что под этими эрозиями может что-то скрываться, в частности, это пищевод Баррата, который имеет риск малигнизации и требует наблюдения. И, соответственно, у этой группы пациентов риск пищевода Баррата крайне низкий, и поэтому эту группу пациентов не рекомендуется наблюдать. Эту группу имеется в виду с эрозиями А и Б, с не сливающимися эрозиями. Не надо наблюдать. А у пациентов с эрозией азофагитом в степени С и Д... Нет у вас картины? Нет, картины, поскольку их нужно наблюдать. Надо наблюдать. Все-таки, да, через курсы терапии, их нужно наблюдать, поскольку под этими эрозиями могут скрываться пищевод Баррата, или, может быть, даже дисплазия. Поэтому вот эта группа пациентов, они требуют эндоскопического контроля. Здесь еще хочется сказать про биопсию. Что при выявлении эрозии в пищеводе, в том числе тяжелых эрозий, и, скажем так, отсутствии явных признаков малигнизации, то есть нет сужения просвета, регибности стенок, какого-то новообразования, биопсию выполнять не нужно. И это касается не только эрозии в пищеводе Баррата, но и просто на фоне пищевода, поскольку очень часто морфологу бывает сложно дифференцировать. Это какие-то изменения реактивные и воспалительные, или же это диспластические изменения. Я просто знаю случаи, когда врач-эрозий берет биопсию, получает заключение дисплазии или даже подозрения на рак, и дальше пациента направляют по вот этому тяжелому и сложному онкологическому пути, и пациент переживает очень много стресса, с этим связано. То есть такого пациента нужно пролечить и сделать контроль на фоне лечения. И уж если на фоне лечения видны какие-то измененные патологические участки или пищевод Баррата, вот тогда уже необходимо брать биопсию. Так, ну мне хочется здесь тоже, так же как при язве 12-перстной кишки, подвести немножко итог. Опять-таки сейчас наши зрители скажут, ну как так? Почему эрозии же это серьезные изменения? Почему мы не должны посмотреть, что они зажили? Опять примерно по той же самой причине. Нам очень хорошо понятна причина возникновения эрозии в пищеводе. Это в большинстве случаев рефлюкс кислоты из желудка в пищевод. И когда мы назначаем адекватную антисекреторную терапию, мы в 95% случаев уверены, что эти эрозии обязательно заживут. Если вы назначили хороший препарат, если ваш пациент соблюдает ваши рекомендации, если он принимает вот эту назначенную длительность, 4 недели при единичных эрозиях, 8 недель при множественных эрозиях, эти эрозии обязательно эпитализируются. И у нас нет даже никаких предпосылок думать о том, что будет иначе. И поэтому повторную эндоскопию нам надо делать только для того, не для того, чтобы посмотреть, зажило или нет, а только для того, чтобы посмотреть, нет ли там каких-то изменений, которые эндоскопист не заметил на фоне активного воспаления, активных эрозий. 8 недель подождали, активное воспаление ушло, эрозии зажили, и дальше мы уже там можем увидеть пищевод Барета, дисплазию, ранний рак, можем более детально и прицельно осмотреть. Но если уж возникла ситуация, что вы вроде бы и назначили адекватную терапию антисекреторную, и все правильно сделали, и эрозии-то были степени B, и никакие не страшные, а пациент все равно приходит к вам и говорит, у меня изжога, у меня кислота, мне плохо, у меня все болит, я не могу глотать. Конечно, вы такому пациенту на основании клинических данных повторите эндоскопическое исследование. Но если там были эрозии А или Б, вы назначили ингибиторы протонной пумпы, у пациента все нормально стало, то смотреть, зажили эрозии или не зажили, абсолютно никакого повода нет. И в рекомендациях, в европейских это тоже подчеркнуто, что эндоскопическое наблюдение требует только эрозии степени C и D. И что еще я хотела сказать? Ну ладно. А, еще я хотела сказать, что вот эти эрозии, которые пациенты стремятся наблюдать, они, конечно, будут появляться. Если у человека есть рефлюксная болезнь, они будут рецидивировать, если вы пациенту своему не объяснили, что при эрозивном изофагите прием антисекреторных препаратов должен быть постоянный или там к потребованию, там разные есть схемы. Но вот это тоже очень частая ситуация. Пациент приходит и говорит, знаете, вот пока я пью, у меня все хорошо, эрозии нет. Как только я перестаю пить, у меня опять эрозии, я хочу проверить. Вот я перестал пить, я хочу опять проверить, есть у меня эрозии или нет. Я ему говорю, конечно, они у вас будут, если вы уже пять раз до этого делали эндоскопическое исследование, у вас уже верифицирована гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, ну чего опять ходить делать эндоскопическое исследование? Принимаете вы антисекреторную терапию, у вас диагноз уже установлен, процессы как текут всем понятны, да? То есть вот здесь вот, чтобы не было вот таких бесконечных желаний повторить эндоскопическое исследование, вы как врач должны грамотно назначить курс стандартной терапии и далее курс поддерживающей терапии в зависимости от первоначальной эндоскопической картины. Вот это тоже крик души, потому что каждый день вот этих пациентов с эрозиями несчастных, которые хотят на них посмотреть, тоже тяжело видеть. Они же еще исследовательные, как правило, плохо переносят. Ну, мне кажется, гастроскопию мало кто переносит хорошо, это крайне неприятное такое исследование. Так, теперь нам надо поговорить про пищевод Баррата, да? Да, но про то, что пищевод Баррата – это предраковое заболевание пищевода знают все, про то, что его надо наблюдать с определенной периодичностью тоже знают все, мне хочется поговорить про маленькие участки, да, потому что это целая трагедия. Приходят пациенты, им эндоскопист пишет, пищевод Баррата 5 мм или пищевод Баррата 7 мм, да, еще часто и биопсида не взята, ничего не подтверждено. И вот этим пациентам говорят вам, каждые 3 месяца надо теперь ходить на эндоскопическое исследование. Вот мы до передачи сейчас с Натальей Сергеевной обсуждали, что недавно у меня была пациентка, которая пришла просто в полной депрессии и ужасе, потому что она пришла к первому эндоскописту, тот ей написал пищевод Баррата 7 мм, дальше она пошла ко второму, он ей подтвердил и более того сказал, что вам теперь надо каждые 3 месяца ходить на эндоскопическое исследование, чтобы наблюдать за этими 7 мм, иначе будет рак. Дальше она пошла к гастроэнтерологу, гастроэнтеролог сказал, что вас обязательно теперь на эндоскопии заразят гепатитом и хеликобактером, поэтому вам сейчас надо пойти и сделать прививки от всех возможных гепатитов. То есть это какой-то поток ужаса, который обрушивался на вот эту пациентку с совершенно безобидным пищеводом. У нее там ни единой эрозии, ни признаков воспаления, ни изжоги никогда не было. Зачем-то она пошла на эндоскопию, какая-то у нее была диспансеризация на работе. И вот в результате она получила вот такое состояние. Давайте вот обсудим. Ну хорошо, пищевод Баррата одна из моих любимых тем, поскольку она достаточно хорошо изученная, и по ней есть достаточно четкие клинические рекомендации, как российские, так и зарубежные. Все-таки для того, чтобы отличить пищевод Баррата от непищевода Баррата, нужно знать правильное определение, что же такое пищевод Баррата. Пищевод Баррата – это состояние, при котором… Вот можно включить слайды, здесь подготовила единственные слайды, которые требуют наблюдения, это пищевод Баррата. Состояние, при котором часть плоского эпителия дистального отдела пищевода замещена цилиндрическим эпителиям. И здесь обязательно два условия. Первое – это эндоскопические критерии, что длина этого сегмента должна быть не менее 1 см, то есть 1 см и более. И второй момент – это то, что должна быть обязательно выполнена биопсия, и по результатам гистологии мы должны получить кишечную метаплазию. Вот если сошлись эти два момента, то есть сегмент метаплазии не менее 1 см и более, и кишечная метаплазия – это пищевод Баррата, это требует периодического эндоскопического наблюдения с биопсией. Как часто их нужно наблюдать? В зависимости от длины сегмента метаплазии. Сегмент метаплазии длиной меньше 3 см, его очень называют короткий сегмент, получается, что рекомендуется использовать целые цифры, когда, соответственно, это либо 1 см, либо 2 см максимальные, их нужно наблюдать раз в 5 лет. Пациентов с длинным сегментом, от 3 см и более, их необходимо наблюдать чаще раз в 3 года, при условии, опять-таки, что это эндоскопия высокого разрешения, со специальными спектральными режимами, с хромоскопией, с биопсией. И тогда, если мы дисплазию исключили, выполнить такую качественную эндоскопию, можно спокойной душой пациента отправить на такое наблюдение. Мне кажется, у нас в стране никто на 5 лет не уйдет. У нас почему-то все очень сильно напуганные пациенты. Чаще наблюдаются пациенты, у которых нет пищевода Барротта, потому что в 2011 году было описано, в американских рекомендациях появилось такое понятие, как ультракороткий пищевод Барротта. Это сегмент метаплазии длиной менее 1 см, но в котором есть кишечная метаплазия. Например, такой ситуации на следующем слайде. Это очень распространенная ситуация по данной публикации до 10%. Вместе с тем, риск малигнизации в этом ультракоротком сегменте минимальный. И, соответственно, наблюдение этих пациентов не оправдано. И это четко прописано и в европейских рекомендациях, и в российских рекомендациях по пищеводу Барротта, по ГЭРБ, по наблюдению пациентов с предраковыми изменениями, что этот термин ультракороткий пищевод Барротта больше не используется. По мере длины вот этого сегмента мы можем при эндоскопическом исследовании мы видим границу пищеводно-желудочного перехода при эндоскопии, это складки желудка или полисадные сосуды. Мы видим границу плоского и цилиндрического эпителия, эндоскописты четко видят эти ориентиры. Нужно померить границу между ними. В спорных случаях мы можем использовать биопсийные щипцы, зная ее длину прикладного по этому сегменту, чтобы визуально прямо оценить, показать эту фотографию пациенту, если нужно лечь чем врачу, чтобы они не сомневались. Сказать, что здесь нет пищевода Барротта. И это состояние в англоязычной литературе как irregularly line, нерегулярная Z-линия, у нас чаще используется неровная Z-линия. То есть вот такой термин мы можем вынести. А вот пациенты, когда я им так начинаю объяснять, они задают вопрос, а откуда, почему там кишечная метаплазия? Ну там же не должно быть кишечной метаплазии. Если она есть, значит, все-таки риск какой-то есть. Я им говорю, ну вот в этом отделе кишечные клетки в норме тоже могут быть. Это правда или нет? Они-то могут быть. Могут быть. Да, и специально в случае, если биопсию оттуда брать не нужно, опять-таки. Но вот если взяли все-таки. Если вдруг взяли, да, и вот начинается вот это вот. У меня же здесь кишечная метаплазия, да, тоже четко прописано. Это кишечная метаплазия в зоне кардия. Это не имеет повышенный риск малигнизации, это не требует наблюдения. Поэтому вот здесь, в этом плане, есть четкие рекомендации. Крайне низкие риски, да, и наблюдение этих пациентов, оно не обосновано, нецелесообразно. Уважаемые коллеги, пожалуйста, запомните хотя бы вот эту вот цифру 1 см. Да, если 1 см и более участок, который видит эндоскопист цилиндрической метаплазии, тогда мы еще можем нашего пациента пугать и приглашать на эндоскопическое наблюдение. Но это все равно не каждые 3 месяца и не каждые 6 месяцев. Это все равно там 1 раз в 3 года, да. Поэтому немножко снижаем уровень тревоги и напряженности и помним о вот этих вот критериях. 1 см и более и наличие кишечной метаплазии. Если есть эти два фактора, тогда да, мы пациента наблюдаем. Если нет, если участок описанный 5 мм, 7 мм, то мы пациента успокаиваем и его на эндоскопическое исследование больше не приглашаем. Если больше ничего нет, там эрозии нет, ничего нет, все хорошо, жалоб нет, оставляем пациента в покое. Так, еще у нас остались подслизистые образования. А, еще очаги гетеротопии у нас? А, про гетеротопию. Гетеротопия – это целая история, да. То есть прям очень часто тоже, особенно в последнее время, не знаю, с чем это связано, может быть, аппаратура стала лучше. Седации больше? Седации, да. Пациенты приходят и говорят, вот у меня появилось в проксимальном отделе пищевода, описывают какой-то участок, значит, тоже метаплазии. Слово метаплазия очень сильно всех пугает. Гастроэнтерологи очень мало почему-то осведомлены об этой желудочной гетеротопии в пищеводе. И начинается история, что пациентов пугают, что из этого может быть рак, что это надо аблировать, что надо что-то с этим делать. И вот буквально у меня недавно, наверное, месяц назад был случай с таким молодым, очень напористым пациентом. И вот он пришел к одному врачу-эндоскописту, ему сказали, у вас все нормально. Он не поверил, он пошел к гастроэнтерологу. Он нашел того гастроэнтеролога, который ему сказал, у вас страшное вообще изменение в пищеводе, у вас будет рак. И вот в это он поверил. И дальше как бы ситуация, что я ночами не сплю, у меня тревога, что мне делать. И, в общем, расскажите нам, что это, насколько страшно и как это надо наблюдать. Тоже есть. В общем, эта проблема настолько актуальна не только для России, но и для Европы, что европейские эксперты, опять-таки, прописали этот пункт в своих клинических рекомендациях. Один из первых это состояние, что очаги гетертопии желудочного эпителия в проксимальном отделе пищевода не требуют эндоскопического наблюдения и не требуют выполнения биопсии, поскольку это достаточно часто распространенное изменение до 12%. При этом, да, есть единичные случаи дисплазии и аденокарциномы в этих участках, но, скажем так, и в неизмененных слизистых тоже когда-то возникает рак и в плоском эпителии. Поэтому вот конкретно эти очаги, они не имеют повышенного риска малигнизации, и поэтому наблюдать их специально нет необходимости. И они врожденные, правильно ли? Да, сейчас считается, что это врожденное состояние, и биопсии нужно выполнять только в том случае, безусловно, их нужно внимательно осматривать, и если мы увидели в них какие-то измененные участки с нерегулярной структурой, то да, конечно, безусловно, так же, как и пропалипо-фундальный желез мы говорили, биопсию выполнить нужно. Но рутинно каждый раз осматривать, не наблюдать этих пациентов, и при каждом выявлении брать биопсию не следует, поскольку мы действительно очень часто эти изменения выявляем. И вот британское эндоскопическое общество в своих критериях, в своих рекомендациях по критерию качества, они даже обращают внимание на такой ориентир, что если врач-эндоскопист выявляет эти изменения, то, соответственно, он достаточно тщательно осматривает эту зону, поскольку в целом это достаточно труднодоступно для осмотра зоны, поскольку она сразу за верхним пищеводным сфинктером, и особенно если следует без седации, то мы практически сразу, пациент глотает, проваливаемся в среднюю треть пищевода, и далеко не все эндоскописты выходят и смотрят сразу с верхней трети. Такой критерий качества эндоскопического. Критерий качества, да. Соответственно, если врач-эндоскопист вообще не выявляет никогда этих изменений, то он ведь и рак пропустит в этой зоне, если врач начинает прицельно смотреть эту зону, то он обязательно несколько раз в неделю такие изменения найдет. Тогда у меня к вам вопрос от пациента, который обязательно возникнет. Я до этого 10 раз делала эндоскопию, у меня не было никакой метаплазии в пищеводе, а теперь вот она появилась. Я отвечаю на этот вопрос пациенту еще до того, как они его зададут, уже отдавая им протокол, я им, ну, помимо каких-то комментариев по основному, всегда обязательно от пункта проговорю, чтобы они потом не приходили с большими глазами к гастроэнтерологам. Я говорю, что вот, особенно если я видела предыдущий протокол, я говорю, вот я нашла у вас изменения, оно ранее не было описано, но, как правило, это врожденное, оно не опасное, а раньше его не выявили, потому что, ну, может быть, вы плохо переносили процедуру, и поэтому быстро ввели аппарат, да, сейчас мы там делали подседации, или мы более внимательно и пристально эту зону осмотрели, и поэтому вот эти очаги выявили. Не потому что они у вас появились за это время, А потому что они были пропущены. Потому что вам попался, наконец-то, хороший эндоскопист. Так и не говорю. Так, ну, замечательно, спасибо. На этот вопрос мы тоже пролили немножко свет, и давайте теперь про подслизистые образования. Часто, ну, не очень часто, но такое тоже бывает, да, что эндоскописты находят какие-то бугорки в желудке и в пищеводе, они прям сразу пишут, что это, скорее всего, там, что там, леомиома, да, подслизистое образование, и дальше врач-дастроэнтеролог, вот я, например, не понимаю, что с этим делать, я обычно, если оно там около сантиметра уже, говорю о том, что вам, наверное, надо сделать эндоузи, чтобы просветить это образование, посмотреть его структуру, но на самом деле я не знаю, надо за этим наблюдать, надо делать эндоузи, что вообще с этими штуками делать, с подслизистыми образованиями, расскажите. Сложная тема, и на самом деле, к сожалению, в России у нас нет на эту тему четких клинических рекомендаций, да, и буквально сегодня обсуждала этот вопрос с моими коллегами, которые очень плотно занимаются в нашем отделении диагностической эндоскопии, выполнением эндоскопического ультразвука, да, соответственно, когда нужно делать, и, соответственно, они говорят, что, основываясь на опыте, да, образование до сантиметра сложно бывает просканировать, то есть четко выполнить полноценный ультразвук, его можно даже, если он до 5 мм, и не заметить при ультразвуке, сложно оценить его структуру, да, поэтому все-таки эндоузи лучше рекомендовать пациентам, у которых размер образования сантиметры более, да, которые уже четко визуализируются. Опять-таки, размер мы можем померить биопсийными щипцами, потому что для кого-то это 5 мм, для кого-то сантиметр, да. А вообще надо делать эндоузи? Есть какая-то опасность в этих образованиях? Эндоузи нужно делать обязательно для того, чтобы вот дифференцировать доброкачественное образование от злокачественных образований. А бывают злокачественные последствия? Бывают злокачественные последствия образования, да, но гораздо чаще встречаются доброкачественные, да, это либо чаще всего это леомиомы, которые исходят из мышечной пластинки слизистой или мышечного слоя, это липомы жировые, скопление жировой ткани. В пищеводе может быть гранулярно-клеточная опухоль нейрогенного происхождения, так называемая опухоль абрикосовая. В желудке есть ещё интересное состояние, как аберрантная поджелудочная железа. Это что такое? Действительно поджелудочная железа? Это, знаете, наверное, можно провести параллель с очагом гетертопии в пищеводе, да, где клетки желудка в клетке пищевода, в пищеводе. Так и здесь, можно вывести слайд, на втором слайде аберрантная поджелудочная железа, она имеет характерную эндоскопическую картину. Это клетки поджелудочной железы, которые находятся в последствии слоя в структуре стенки желудка. В антральном отделе? Чаще всего она локализуется в антральном отделе, чаще по большой кривизне, имеет вид такого выступающего участка, часто с углублением в центре, плотная при инструментальной пальпации, не сдвигаемая. И вот в плане этих образований аберрантная поджелудочная железа, они имеют характерную эндоскопическую картину, ультразвуковую тоже. И вот этих пациентов можно отпустить, скажем так, не наблюдать. Клинически они, как правило, себя никак не проявляют. Липомы тоже то состояние, в котором можно точно быть уверенным, что это точно липома, что она не переродится, что мы ее не спутали с каким-то другим злокачественным образованием. И пациента с липомами тоже можно не наблюдать, отпустить. Сложнее с опухоли миогенного происхождения, с леомиомами. И вот здесь европейские эксперты, они в целом рекомендуют всем пациентам выполнять эндоскопический ультразвук для того, чтобы понять, из какой стенки растет это образование, оценить его эхогенность, в зависимости от этого, в том числе, принять решение необходимости выполнения биопсии. А в чем опасность? Что с ними может случиться? Это могут быть злокачественные опухоли, гастроэнцетинально-сторомальные опухоли, которые имеют риск моленизации, которые злокачественные опухоли. То есть, да, они растут, прогрессируют, энцетазируют. Это вот как мы можем понять, по эндозии или взяв биопсию? По эндозии. Эндоскопические биопсии из последствий образований не берут. То есть я пациентов обычно, когда они меня спрашивают, я говорю, они растут в последствий слое, покрытые слизистой, как покрывалом. Сколько вы покрывала не щипаете, не беритесь в биопсию, вы будете получать оттуда покрывало, а не то, что под ним. Соответственно, так же и здесь. Будем получать слизистую, формировать рубцы, которые могут помешать последующему удалению, но мы не добьемся диагноза. То есть, вот если озвучить рекомендации моих коллег, то образование рекомендуется делать эндозии, чтобы понять, что это все-таки однородное, доброкачественное последствия образования. Если это меньше сантиметров, все-таки технически сложно и не совсем информативно, можно понаблюдать эндоскопически, да, то есть делать эндоскопию, мерить с щипцами размер, соответственно, если растет, там больше сантиметра, сделать с другой. А в какой периодичности? Раз в год или почаще? Изначально можно раз в полгода, а дальше раз в год делать, да. Соответственно, если это образование растет, или это изначально образование, ну, сейчас критерии 2 сантиметра, да, то тогда уже нужно его морфологически верифицировать. То есть взять оттуда, выполнить тонкоигольную пункцию, или же щипцовую биопсию. То есть более глубокую. Более глубокую, да, энцизионную биопсию выполнить. А вот. И вот здесь, скажем так, согласно европейским рекомендациям, что если мы точно, если уверены, что это леомиома, то пациентов наблюдать не нужно, да. Если же мы возвращаемся к нашей клинической практике, да, российской, то, наверное, врачи-эндоскописты, которые не делают эндози, чаще напишут слово леомиомы, чем врачи, которые делают эндози, поскольку вот наш специалист, они пишут опухоль миогенного происхождения. И этих пациентов не отпускают все-таки бесконтрольно, да, поскольку есть случаи, когда вроде бы опухоль однородная, из мышечного слоя, без каких-то там подозрительной структуры, вроде бы, скорее всего, леомиома, но со временем потом там появляется какая-то анахиогенность, или вообще оказывается, что когда-то у пациента была какая-то опухоль, это метастаз. Ну, а вот с размерами это коррелирует, то есть если один сантиметр, мы можем более-менее быть спокойны, если два, то уже опасность возрастает, или нет корреляции? Если два, в целом, здесь два момента, во-первых, рост, если растет, то, соответственно, это уже всегда настораживает. В плане размеров, то здесь вот именно для морфологической верификации чаще вот два сантиметра такой вот, да, маркер, или же там, если опять-таки больше, если пациенту планируется все-таки лечение, какое-то хирургическое или онкологическое, да, то здесь важно получить верификацию этого образования. Может быть, у вас есть пока какие-то еще комментарии, что я забыла у вас спросить, нет? Ну, я думаю, что здесь всегда важно, может быть, я немножко напугала, да, в самом начале пациентов, но тем, что есть осложнение, но опять-таки хочется еще раз подчеркнуть, что вот важно врачу всегда сопоставлять, и вот особенно в плане ненаблюдения, насколько это пациенту действительно показано и необходимо в данном клиническом случае, да. Но в то же время нужно понимать, что если вдруг мы считаем, что пациенту не нужно наблюдать, да, мы ему сказали, вам наблюдение требуется, но у него появляются какие-то жалобы, да, соответственно, тогда, наверное, вы этого пациента уже направите к нам. Ну, мы как бы, да, мы сегодня обсуждали ситуацию, когда у пациента, не ориентируясь на его клиническую картину, не ориентируясь на его жалобы, мы ориентировались на его прошлые эндоскопические данные. Понятно, что если перед нами пациент, у которого вдруг появились тревожные симптомы, там кровь в стуле, рвота, изжога ежедневная. Понятно, что мы будем действовать совершенно исходя из уже других условий. Наталья Сергеевна, огромное вам спасибо. Мне кажется, было очень интересно и полезно. И врачам, я думаю, все это в их практической ежедневной работе будет большим подспорьем. Ну, давайте скажем пару слов нашим. Еще раз большое спасибо, Валерия Олеговна, за приглашение, за эту дискуссию. Я буду очень рада, если эта информация послужит поводом врачам задуматься о необходимости назначения контроля эндоскопического исследования. Ну и, может быть, какие-то аргументы будут для пациентов в пользу отказа от необоснованных эндоскопических исследований. Все-таки исследования, они должны быть обоснованными и по показаниям. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.